Добрый день, уважаемые друзья! Очередное видео, весьма интересное, нужное видео. Название будет «Весенняя профилактическая подкормка против гнильца». Это то, что нужно обязательно всем знать. И интересный вопрос также есть. Сначала прочитаем статью. Тема такая, может ли гнильц распространяться через пыльцу. В целом, тема о гнильце и профилактическая подкормка. Журнал 1963 год, номер 11. Ставьте лайки, подписывайтесь. Можете напечатать нравится, не нравится. Это дает мне стимулирующее действие, чтобы еще приготовить для вас интересное видео. Первое. Читаем статейка 1963 года. Может ли гнилец распространяться через пыльцу? Известно, что мед и перга, взятые от больных семей, могут послужить причиной распространения гнильцовых заболеваний пчел. Но может ли пыльца, собранная с обножек пчел, явиться причиной распространения американского гнильца? На этот вопрос отвечают Гитчиков и Ревелл в журнале американском пчеловодном, номер 6, за 1963 год. Для проведения опыта на изолированных пасеках было подобрано равноценное семьи пчел. Пыльцу, полученную через пыльцеуловитель от больных американских гнильцом семей, скармливали шести семьям, которые находились в улях с закрытыми литками. Три из них получали лепешки, приготовленные из пыльцы на 50% сахарном сиропе. Трем другим пыльцу насыпали в пустые соты и залили ее сахарным сиропом. Все шесть семей, получавшие пыльцу от гнильцовых семей, заболели. Счеты заболевших личинок проводились с недельным интервалом в течение всего лета. Диагноз уточнялся микроскопическими исследованиями. Признаки болезни появились сначала в трех семьях, которые получали пыльцу в форме лепешек. Эти семьи заболели в течение первых четырех-пяти недель, тогда как три семьи, получавшие пыльцу в сотах, лишь через одиннадцать-четырнадцать недель. Пчеловодам известно, что в медовом зопике пчел всегда находится запас меда. Некоторая часть этого меда идет на образование энергии при полете пчелы. Но часть его может быть использована пчелой для увлажнения пыльцы при упаковке в корзиночки. В это время споры возбудителя гнильца, находящихся в меде, могут попадать в обножку. Такая пыльца способна вызвать заболевание американским гнильцом. В данных опытов пчелиные семьи могли заразиться гнильцом только через пыльцу. Следовательно, заключают авторы, пыльца, полученная от больных американским гнильцом семей, может явиться источником распространения этого заболевания. То есть, не только эта статья, но и другие статьи, которые я уже рассказывал в видео, они говорят, что даже можно, всякая семья может заносить гнильц из природных условий. Поэтому желательно проводить профилактические меры. И даже если у вас на пасеке есть больные или не больные, когда вы переставляете рамки, у вас производят заражение не больных семей. Поэтому будьте внимательны. Пожалуйста, друзья, выслушайте еще некоторые интересные вопросы, их парочку. И это как раз к этой теме. Первый вопрос. Некоторые пчеловоды подкармливают семьи пчел весной с сахарным сиропом с добавлением пенициллина. Какое действие оказывает пенициллин на развитие семьи? Этот вопрос только идет на развитие, но я добавлю в конце, что он и так же и служит профилактическим методом для уничтожения гнильца. Ответ. Подкормки пчел с сахарным сиропом с небольшим количеством пенициллина 100 тысяч единиц на литр сиропа оказывают стимулирующее действие на семью пчел. Опыты показали, что прибавление малых доз пенициллина повышает количество расплодов в семьях на 10-12% по сравнению с семьями, которые давали в таком же количестве с сахарный сироп, но без пенициллина. Также он служит, как я уже отметил, если вы будете давать прикормку с сахарным сиропом. Тут написано 100 тысяч единиц. До 200 тысяч единиц, в другом журнале было написано, от 100 до 200 тысяч единиц семья увеличивает расплод и профилактическое заболевание против гнильца. Еще о подкормке, потому что сейчас приближается весна, или вы будете смотреть это видео попозже, когда будет уже осень, все равно вам это надо знать. Очень коротенький вопрос. Можно ли применять для подкормки пчел весной с целью увеличения количества расплода, обратите внимание, то та же самая мысль, сгущенное молоко с сахаром, продающийся в консервных банках? Ответ. Можно. Банку сгущенного молока надо развести в одном литре сахарного сиропа, составленного из расчета 1 килограмм сахара на литр воды. Сначала за один раз надо давать не более 100 граммов, постепенно увеличивая дозу по мере того, как пчелы будут привыкать к корму и быстро забирать его. Вот такое вот, так сказать, добавление к этому видео. До встречи, подписывайтесь, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok